Приветствую вас! Я, если честно, думаю, что проблема кроется не в ребёнке, то есть, конечно, не в ребёнке, но это лишь от счастья. Проблема кроется в том, как вы преподносите ребёнку то, что, ну вот, вы делаете. То есть, во-первых, ребёнок не понимает, что вы уходите на работу и обижает, что она она считает, что вы её бросаете. Вот, это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Вот, то, что ей кажется, что вы ребёнка, ну, ей кажется, что вы от него уходите просто, она не понимает, что вы уходите на работу и, ну, то есть, в зависимости от, от того, какие у вас с ней отношения, да, мне думается, что вам нужно либо объяснять ей, что вы просто уходите на работу, потому что это необходимо, вот, либо просто-напросто доносить до неё, что что бы ни случилось, да, вы всё равно её любите, всё равно хотите быть с ней и так далее. Вот, потому что, то, что, то, что пишете вы, то, что пишете вы, это, мне кажется, какой-то уже перенос своих собственных ожиданий, да, на ребёнка. Вот. Вот. То есть, у вас обиды откуда-то берутся, вам неприятно почему-то. Вот. И это, конечно, на самом деле знак очень тревожный, потому что, если вы испытываете обиду, то обида не создаёт, скажем так, хороших условий для того, чтобы у вас с ребёнком были нормальные отношения, вот. То есть, здесь, ребёнок в этом возрасте просто не осознаёт ещё того, что вы, ну, что вам нужно работать, ребёнок ещё не осознаёт того, что от него могут уйти, вот, оно только начинает осознавать и к этому аспекту нужно подходить абсолютно нормально, абсолютно спокойно, абсолютно с абсолютным пониманием, вот. Вот. И ни в коем случае не обижаться, потому что ребёнок, он, скорее всего, не понимает, что происходит. То есть, просто последовательно доносите за ребёнка, что вы на работу, что работать нужно, что это необходимо для взрослого человека, вот. И, собственно, всё, ребёнок со временем обязательно придёт к пониманию, да, и не будет восприниматься, это как что-то такое дурное, да, и так далее. Ну, как это происходит вот у вас сейчас, допустим, на данный момент, вот. Я думаю, что здесь исключительно такая история, вот. Меня, если честно, очень сильно беспокоит то, что вы предлагаете тоже игнорировать, да, то есть, то, что чувствуется у вас вот реально, обидно, ожидание, чтобы он поймёт, и, возможно, нехватка внимания задания ребёнка, вот. И, соответственно, возможно, перенос на ребёнка своих желаний, если это так, то я рекомендую вам обратить на это самое пристальное, опять же, внимание, потому что, ну, ребёнок не может отвечать за то, что хотите вы. То есть, вот вы требуете от него, да, чтобы она вас обняла, вот. И это тоже не всегда приемлемо, потому что ребёнок, он, ну, ещё раз повторяю, да, он может не захотеть, он может не хотеть, он может не хотеть это делать, вот. И как бы вам это было неприятно, да, но это нужно принять. А вот со своими чувствами, да, со своей позицией, вот, с этим можно и нужно разбираться, потому что здесь явно есть какие-то, скажем так, подводные камни. Ну, мне почему-то так кажется, да, вот, что могут быть подводные камни, и если они есть, то было бы здорово, если бы вы с ними поработали, вот. То есть, ваша вот эта вот потребность во внимание ребёнка и обида, это требует разбора, вот. В целом, то, что происходит, это вполне нормально и естественно для ребёнка с такого возраста. Заметьте, да, что вы не задаёте вопроса, то есть вы просто не поймёте, почему такое поведение, вот. Соответственно, на ваш вопрос я отвечаю, вот, надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделаете. Надеюсь, что вам будет это полезно, вот. Ну, и если всё-таки обиды вы чувствуете периодически, то я рекомендовал бы вам в СОЩИ обратиться к психологу уже, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот. А на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.